У Sims 4, конечно, очень много разных странностей, но вот эту мы как-то коллективно пропустили. Кто-нибудь еще думает, что разработчики должны убрать флиртующие позы с семейных портретов? Да, когда ты со своей сестрой или матерью внезапно возможность фотографироваться и флиртовать на фотографиях никуда не пропадает. Sims 4 продвигает читы. Смайл удивленное лицо, смайл задумчивое лицо. И знаете, да, прямо на главном экране можно увидеть, что использую вот этот чит для того, чтобы продвинуться по карьере. И знаете, мне кажется, это один из симптомов, который показывает, что игра умирает. Как знаете, когда сериалы, которые классные, должны каждый раз чем-то удивлять. И в итоге они удивляют все больше и больше, в итоге выходя за рамки вообще какой-либо разумности или логики и тех правил, которые сами же создатели сериала установили в начале сезона. Точно так же в Sims 4. Мне кажется, что читами пытаются удержать игроков, тех, кому уже скучно играть. И это немного грустно, потому что удерживать игроков можно интересным контентом. Выпускать действительно какие-то классные киты. Об этом мы, кстати, чуть позже сегодня поговорим. Но вместо этого они выбрали... Давайте, вот, ребят, творите ерунду, только оставайтесь в нашей игре. Вот читы. Хотя кто пользуется читами? Ну вот кроме там MotherLot, например. В целом, для управления игровым миром, согласитесь, большинство, как мне кажется и как я вижу, пользуются командным центром. Тем же самым промоушеном по карьере гораздо легче просто установить нужную тебе ступеньку, нужную тебе славу, нужное тебе все. Да, если кто не знаком, есть такой командный центр MCCC. Там ты фактически управляешь игрой, у тебя появляется меню, и ты можешь задавать все, что хочешь. Просто, если кто не знал, можешь его пробовать, ничего страшного. Вполне себе вариант открыть что-то новое. Я пришел в гости к этому парню, и меня встретили вот так. В этом доме что-то происходит. Какие-то очень темные делишки. Либо у нас есть победитель в смертельной битве, потому что там 7 урн и 1 выживший. Значит, это была полная семья из 8 человек, это максимум, если вы не используете моды в Sims 4. И этот парень победил. Видимо, стал чемпионом в одной из моих битв. Ссылка на твич есть в описании. Там победитель получает право съесть от цельных участников. Этот паренек своим правом воспользовался. И перед тем, как двинуться к надвигающимся китам, они же наборы, немного про клиента, потому что их обновили, и мне очень интересно услышать, насколько вам они нравятся. Кто не знаком, Катрина теперь выглядит так. Так Нина выглядит так, Мина выглядит так. И вот это вот Дон Лотарио, которого почему-то здесь зовут Хуан Тенорио. Им же не поменяли имена еще, да? Это было бы слишком жестоко. Тем более, что Дон Лотарио каноничный персонаж во всей серии Sims. И знаете, мое мнение, я не против цыган, но почему каждый раз, когда делают мейк-овер, получаются цыгане. Вспомните, что сделали с бедными Готами. И разумеется, никакого расизма. И вся красота, она субъективна. Но как будто их делают темнее и некрасивее. Ну посмотрите, ну Катрина была ведь лучше. А, погодите, им еще и черты характера поменяли. Им... У-у-у. Нина, например, теперь непостоянная, вместо того, чтобы быть лежебокой. Мина больше неактивная. Ее теперь больше заботят деньги. То есть, они прямо поменяли персонажей. Если Готов не коснулась вот эта вещь изнутри, то был чисто мейк-овер, только внешние изменения. То вот эти ребята теперь другие по характеру. И мне, правда, очень интересно услышать ваше мнение. А пока такая небольшая подсказочка. Да, тут лужа в форме утки. Человека это удивляет. Он спрашивает, а как сделать лужу в такой форме? Все очень просто. Когда у вас есть лужа на участке, переходишь в режим строительства и выбираешь инструмент дизайна. Тот, который на букву R. Вот это вот английская буква. И этим самым инструментом дизайна тыкаешь в лужу. И у тебя есть возможность выбирать формы луж. Напомню, что выбирать цвет потолка в Sims 4 все еще нельзя. Он всегда будет белый. Иногда я делаю маленькие комнатки у себя на заднем дворе для бездомных или бродячих животных. И вау, это очень-очень находчиво и очень-очень по-доброму и мило. Или может все так делают, и я один не догадался. Но согласитесь, это здоровская идея. И знаете, что самое удивительное? Судя по скринам, животные действительно этим пользуются. Они приходят в тепло. А там еще лоток, еда. Мой кот убежал. И у меня даже не было понятия, что младенец может сделать так. Вот и у меня тоже. То есть дети, малыши, ну вот эта вот категория по возрасту, может искать домашнего животного. Видимо, так как они оба на четвереньках, у них какая-то ментальная связь. Ну знаете, и те, и те иногда писают где не нужно, едят всякую грязь. Что касается интеллекта, там тоже, как понимаете, примерно вровень. Так что это довольно объяснимая функция. И помните, я про киты говорил? Вот, интересные идеи для электроников, которые лучше, чем беспорядок. И здесь человек говорит, что мне не нужно еще больше беспорядка. И, о боже, как же я с этим согласен. Это не уют, это грязь. Я, например, минималист, у меня нет ничего лишнего. Смотрите, это мой стол. Он не придан для фотографий. Он действительно так всегда выглядит. Мне не нужны лишние вещи вокруг. Я не хочу, чтобы детализация считалась кучей разбросанных рубашек или прочего мусора по комнате. У меня нет стула, на который я скидываю одежду. Я сразу развешиваю все по вешалкам и раскладываю по полкам. Поэтому я безумно не согласен, когда разработчики такие Ммм, класс, больше детализации. Вот вам еще наборы с беспорядками. Это беспорядки, а не детализации. Ну да, давайте посмотрим идеи, которые предлагает один из участников, один из радиторов кит с кухонными принадлежностями. Вот это было бы неплохо. С другой стороны, я фиг знает, насколько это функционально. Потому что у нас в целом уже есть микроволновка. У нас есть машинка для того, чтобы мороженое делать, кофе делать, чай заваривать. И до мороженого я еще доберусь. Я помню, вы просите показать вам разные свойства мороженых, потому что там есть волшебное мороженое. Добрый вечер, симулятор жизни. Но той же самой микроволновкой я, например, не особо пользуюсь. Но как будто пускай будет. Как будто это лучше, чем делать еще один кит про то, как именно разбросана одежда. Гаражный кит. Вот это вещь, за которую очень давно, по-моему, бьются очень многие игроки. Именно автомобильная тематика и вообще добавление автомобилей в Sims 4. Я рассказывал, почему я считаю, что этого никогда не случится. Если очень коротко, то сам мир четверки устроен так, что автомобили там попросту не вписываются. Так как гораздо проще колесикам отмотать и телепортироваться, чем задать Simu функцию выйти в гараж. Он туда придет, будет садиться в машину, потом куда-то поедет. В итоге ты просто за кучу денег больше тратишь свое время. Ну, изначально так не очень удачно сложились правила в четверке, что машины там нафиг не нужны. Но, конечно, реализма ради, мне кажется, гараж тоже был бы неплохой идеей. Но более-менее мастерскую, кстати, можно сделать. Знаете, такую мужицкую пещеру с столярным станком, какими-то штуками, чтобы там руками все месить. Тем более четвертая часть вроде ориентирована на глиномест. О, про бассейны. Но, как аквафоб, я, пожалуй, здесь ничего не буду говорить, потому что я не очень понимаю прикол воды, кроме того, что она оставляет тебя живым. Но это все-таки питье и здоровье. А как пляжи, речки, бассейны, коллекционеры искусства. Вот это было бы интересно. Вот в таком направлении, мне кажется, разработчики еще не двигались. Ну, что у нас изысканного было? Роскошная вечеринка, нарядами из которых, по-моему, вообще никто не пользуется, потому что, блин, пиджак в стразах. Ну, типа, чё? Я не Киркоров. Но вот это пока мне было бы интереснее всего увидеть, потому что художника отыгрывать сейчас у него холст, и он автоматически богат. Это все. И Кит Классический мужчина. Тут я, конечно, не совсем вижу, что именно понимается под этим. Да, расписано, что у нас есть короткие современные прически, фейт и все такое. Но, слушайте, это и так в целом есть в игре. Мне кажется, делать современного мужчину в Sims 4 удобно, кстати, и возможно. То есть я, например, как вы знаете, играю за именно вот таких персонажей. Современных, простых. Вот такая всегда палитра. Это, кстати, мерч просто невероятного качества. Ссылка в описании. И вот с этим, мне кажется, у четверки нет никаких проблем. Так что я бы, наверное, за арт-коллекцию или за гаражное голосовал. Вот вам еще раз эти пять. Кухня, гаражи, бассейн, коллекции и современные мужики. А может, у вас свои идеи есть? Какие киты не мешало бы запихнуть в Sims 4? Я почитаю в комментах обязательно. Потому что сейчас у нас проходит голосование в четверке на тему того, будет ли у нас Rainbow Core. То есть это такое цветастая, разноцветная, короче говоря, радуга. Или God Fashion. И мне интересно, за кого вы проголосовали. Потому что кто-то хуманизировал, грубо говоря, эти киты, как они могли бы выглядеть. И я так понимаю, здесь большое количество CC. То есть это не обязательно то, что придет в этих китах. Просто человек немного фантазирует на тему того, как это могло бы выглядеть. Я еще не голосовал, кстати. Но, наверное, свой голос отдал бы скорее за год моду. Хотя, честно говоря, оба этих набора не то, чтобы сильно мне близки. Просто, может быть, у Готов добавят получше татухи, чем те, что есть в игре сейчас. Потому что там сейчас... Ух! Сегодня я узнал, что Sim может обгореть, если пойдет в сауну, в то время, как у него маска, спа на лице. И факты. А знаете, где вы не можете прогореть? На Дифмарке. Он же KifoGamers в РФ и Беларуси. Как видите, я сам активно пользуюсь площадкой и своим же промокодом, что очень удобно. Кстати, да, он дает скидку 10% на игры. Ну, и не только на игры, естественно. На все покупки. Здесь игровая валюта, ключи, геймпоинты, карты, пополнение, консольные игры. Фактически, если тебе нужен какой-то цифровой продукт, просто заходишь по ссылке в описании, пишешь то, что тебе нужно. И мало того, что находишь это дешевле рынка, с моим промокодом, еще раз, на 10% дешевле, чем дешевле рынка. По-моему, сделка идеальная. Еще раз, в описании есть ссылка промокодом пользоваться, 10% скидки. Нет ни одной причины им не пользоваться. Как нет ни одной причины, по которой я еще раз показываю вам клиента, семью. И нет, Дону Лотарио все-таки не переименовали. Хотя одну причину я все-таки нашел. Еще раз напомнить вам, что мне правда интересно послушать, нравится ли вам, как ребята из Sims, то есть разработчики, переделывают персонажей собственных. Мне кажется, было бы прикольно, если бы на мейковеры, на официальные даже мейковеры, приглашали бы тех ютюберов, которые очень в этом хороши. Помните, когда нам добавляли постройки, допустим, в дополнение про Камареби, там разные инфлюенсеры, авторы, симмеры, вот как вы их называете, вот эти вот ребята, например, все делали. Ровно как с Оборотнями тоже. И когда такая практика у Максис началась, именно привлекать инфлюенсеров, то стало гораздо лучше. И вот мне на самом деле кажется, представьте, если бы они просто сказали какой-нибудь Лил Симс или Джеймсу Тернеру, мол, вот вам эти семьи, вам эти семьи, вам эти семьи, переделывайте. Ну или не этим ребятам, а кто там лучше всех в кассе делает. Кристина Санарсис. Или победители моей смертельной битвы, которая проходит по воскресеньям на Твиче, ссылка в описании. Вот это было бы, наверное, суперогненно. В каком мире Sims мы тогда жили бы? Но нет, разработчики делают цыган. Вау, через нейросетки прогоняют симов, и это получается очень-очень здорово. Я, по-моему, года два назад, когда вся тема с нейросетками только-только была в зародыше, просил вас прислать ваших симов, и вы не поверите, но я реально заскринил там штук 50, что тогда было довольно много, потому что не было и близко той аудитории, которая есть сейчас. Но штук 50 ваших симов я взял, пытался разобраться, мы сидели с настоящим, черт возьми, топовым программистом и такие, как работают нейросетки? Еще раз, дело было два года назад, тогда такие слова даже не использовали, по-моему, а сейчас с помощью нейросетей я музыкальные видео свои делаю, вот как это, например. Так что, наверное, надо сдуть пыль с этой идеей, учитывая, что последний месяц или полтора я нейросети изучаю плотно, и теперь могу что-то с ними делать, пора вытащить из задницы старые проекты. То есть, я не специально их туда засовывал, я просто на них сел. Следующий пост, моя челюсть буквально отвисла. Я слышал, что ты прошел IQ тест и получил отрицательный результат, это правда? Черт, надо было патентовать шутку про отрицательный IQ. Ну да, Sims на удивление хорош в прожарке, серьезно. По-моему, если не каждый выпуск, то хотя бы через выпуск по реддиту у нас встречаются вот эти вот вырезки с тем, как именно круто тебя прожаривают другие горожане. И, блин, вот тут хорошо. Если бы они игру так делали, как шутки писали. С другой стороны, может, Sims 4 просто одна большая шутка. Я уже не знаю, что думать. Представь, что этот парень просит тебя быть своей девушкой, а потом отказывает тебе в первом поцелую, потому что на самом деле его привлекают мужчины. Ну это до свидания самооценки и вот это вот все. Но да, знаете, это тоже большая проблема, что Sims постепенно на вот этот скелет базы наслаивал гигантское количество всяких свистелоперделок. И никакие из них между собой не сообщаются. Типа взаимоисключающие вещи происходят на каждом шагу в этой игре. Никакого баланса. Все меньше логики. А ребята выпускают наборы про беспорядок. И вот чего еще не хватает. Вот это просто в самое сердце. Потому что пишут, что нам действительно нужно больше миров, городов, стран, вот как вы их называете, с апартаментами. И да, как же да. Я молчу про то, что они сделали с Дель Сольвелли. Потому что такой потенциал у городка. И это очень, очень обидно наблюдать. Но Сан-Мишуно хорош. И вот как Сан-Мишуно нам нужно побольше городов. Но как-то они забили на квартиры. Внезапно все в Sims живут в домах. Даже квартиры там похожи на дома. Вы ведь помните двух-трехэтажные апартаменты. В целом, вот таких обычных квартир. Ну сколько в игре? Девять? Десять? Пятнадцать? Максимум? Представьте, было бы офигительно, если бы они действительно слушали игроков. Привлекали инфлюенсеров. И, ну, знаете, были на большей связи. Делали то, что действительно нужно сообществу. Боже, какая игра роскошная была бы. Пух. И еще одно небольшое обсуждение на тему того, делаете ли вы симов, которые, скажем так, нестандартно привлекательны. То есть вот термин, который использовали в посте. И он означает, что кто-то не вписывается в нормальные стандарты красоты. И скорее представляет какие-то более личные, уникальные особенности. Или что, просто красиво конкретно для тебя. Как, знаете, допустим, кому-то нравится большая щель между зубами. И похожим вопросом я недавно в телеге у себя задался. Ссылка на нее в описании. У меня было буквально несколько минут перед самолетом. Я такой, ребята, 15-20 минут. Давайте ценить ваших симов. Вы прислали почти 500. Господи. И там были симы с особенностями. И это интересно видеть. Другое дело, конечно, знаете, когда это типичная, нетипичная красота. Допустим, я часто вижу использование Витилиго. Вот, это оно. И я вижу, как вот такие вот CC люди берут, добавляют на своих симов. И это прикольно. Это выглядит очень интересно. И не только Витилиго. Очень много разных вот таких вот мелочей. И иронично получается, что это использовать стали так часто для обозначения, что это не такой персонаж, как все. У него веснушки по всему делу. Что у всех веснушки по всему делу. И теперь эти не такие, как все. Как все. Знаете, как фраза, все разные, один я одинаковый. Вот примерно вот у это постепенно скатилась галерея, как мне кажется. Недавно я видел коммент, после того, как прошла вторая смертельная битва, выиграл очень обычный персонаж. И еще раз, его выбирают люди. Я не вмешиваюсь и даже не голосую. Но у нас победила очень обычный персонаж. И некоторые люди возмущались тем, что она обычная. И ирония в том, что этим персонаж и выделялся. Этим он и цеплялся. Потому что обычный персонаж теперь необычный среди обычных необычных. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Но вот так фитиевато я просто хотел попросить вас скинуть в телегу в комментах к тому посту еще ваших персонажей, еще посмотреть, еще вдохновиться разными стандартами красоты и глянуть, действительно ли в основном предпочитают делать персонажей, которых обозначают вот этим термином. И вслед за постом на эту же тему у нас есть картинка вот именно с таким симом. И вот это, конечно... Знаете, здесь убрали слово attractive, привлекательный, уроки английского с романом. И не зря, еще раз, никакого шейминга по поводу внешки и так далее. Еще раз, это супер субъективно. И без проблем, кому-то могут нравиться такие персонажи. Ничего плохого в том, если вы один из таких людей. Просто, наверное, не совсем мой вариант. Знаешь, что мой вариант? Пройти симс, не подходя к компьютеру совсем. Это здесь. Вот этих людей очень благодарю. Просто обожаю. Ребят, вы лучшие. То есть, все хорошие, но вы получше.